Всем привет! Продолжаем рассматривать картины Людвиг фон Хоффман. Картина называется Идиллия. 1896 год. Холост масла 206 на 324. Людвиг фон Хоффман, один из самых знаменитых немецких живописцев конца 19-го, начала 20-го века. С 1894 года Хоффман много путешествовал по Италии. Именно поэтому большая часть работ живописца того периода проникнута духом античной культуры. Его приняла поэзия, в которой воспевалась идиллическая жизнь простых пастухов. Эта картина дает хорошее представление в авторской интеграции античной идиллии, стиль конца 20-го века. Все, и фигуры, и пейзаж, и краски очень условно отстранено. Не случайно название произведения идиллии. Выцветшие краски, золотой свет уходящего солнца, обобщенный пейзаж, говорят о далекой идеальной стране, которую трудно найти. Привлекает внимание взгляд юноши. Неясно, смотрит ли он на зрителя с полным доверием или даже какой-то детской незащищенностью. Или же задумался о своем. И это невидящий заколдованный взор. Ряда с ним прекрасная полуобнаженная девушка. У безумянных героев новых Адама и Евы почти скульптурные тела. Пейзаж написан корпусно, скульптурно, обобщенно. Для автора нет разницы между ландшафтом и людьми, которые погружены в окружающий мир и никак не выделяется из него. Вот такое описание картины идиллия Людвига фон Хоффена я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания. Я пользовался данными из интернета и издания Великие музеи мира. Субтитры создавал DimaTorzok